Казалось бы, контроллеры Wii способны до неузнаваемости изменить игровые жанры, открытие в которых, наверное, уже не удастся совершить. Даже авиасимуляторы, игры одного из самых консервативных жанров, способны обрести новое дыхание. Ведь датчики движения в контроллерах в теории могут творить чудеса, особенно когда это касается управления сложными машинами. К сожалению, игра «Хитсекер» взяла на вооружение лишь общие идеи. Пилотируя современные модели самолетов, вам предстоит пройти 18 слегка затянутых миссий, выполнить более полутора сотен похожих заданий и уничтожить столько авиатехники, сколько не было сбито за время всей Второй мировой. Именно на последнем разработчики стараются сосредоточить наше внимание, включая во время каждого удачного попадания специальную камеру. Она следует до цели вместе с запущенной ракетой и показывает красочный взрыв с самых зрелищных ракурсов. Это на время заставляет поверить в динамику происходящего. Перед началом миссии вам обязательно объяснят, с кем придется воевать и почему нельзя разрешать спорную ситуацию другим способом. В некоторых местах покажут даже выпуски новостей и другие сценки с участием живых актеров. Найти среди них знакомые лица, впрочем, едва ли удастся. В Хитсикер нет драматичных моментов, так что мотивация забывается в первые же минуты полета. Ни о чем другом, кроме скорейшего уничтожения противника, думать не придется. Каждый уровень состоит из нескольких этапов, которые автоматически сохраняются. После того, как игрок отбил одну атаку противника, ему дают некоторое время на то, чтобы вернуться к месту взлета, отдохнуть или выполнить дополнительное поручение. Разница между второстепенными и основными целями невелика. И там, и там вас попросят сбить вражескую авиатехнику, потопить приближающийся флот противника, уничтожить запущенную в штаб-квартиру ракету и заодно избавиться от джипов и катеров. Чаще всего местом проведения операции становятся небольшие острова, однако на путешествие из одной точки локации к другой может потребоваться время. Для этого предусмотрено нереалистичное ускорение, благодаря которому железная птица за считанные секунды набирает скорость света. Изображение на экране размывается и искажается, что делает управление самолетом крайне сложным. Как 10-минутное развлечение на несколько вечеров, хитсикер оправдывает деньги, переплаченные за Wii-версию. Однако ничего большего ожидать не стоит. Увы, аркадный шутер со взрывами остается с собой всегда и везде, независимо от платформы.